Как я сказал, мы закончили прошлый год вечерей, и я бы хотел, чтобы мы этот год тоже начали вечерей. Это вещь важная, непонятная, мы на эту тему много не говорим, но я хотел бы сегодня сказать проповедь на тему вечеря Господня. Может быть немножко с другого формата или проекции. Но я хочу начать с чтения текста, который записан во втором послании Петра. Был такой шалиях Кифа, апостол Петр. Его можно даже нарисовать блондином, наверное он им не был. И его можно было нарисовать с таким цепочкой, с крестиком на шее. Он таким тоже не был. Был егудим и егудим. Такой немножко даже грубоватый мужик. Не очень, наверное, грамотный. Но после хождения с Господом стал посвященный Богу Израилеву человек писать как раби, думать как раби и выражаться как еврей из евреев. И очень интересно, Петр в своих посланиях пишет невообразимо длинные предложения. Нужно прокопаться, пока ты поймешь. Но пишет красиво. Вы свидетельствите с первой главы Петра, пожалуйста, 4 стиха. Первый. Нашел? Да, Давид. Он обращается преимущественно к иудеям, потому что в его времена из язычников были уверовавшие, но их было не так много. Но также были празелиты, язычники, которые пришли к вере. И он говорит, мы все, Исраэль, мы верим в Господа, но сейчас... Но сейчас, познав Ешуа, мы приступили к Богу на неком более интенсивном уровне. Я хочу сказать всем вам, в мире полным-полно верующих людей. Но вера в Ешуа, наша вера в Ешуа, даже наша, наша посреди Израиля, обязывает нас быть в определенных вещах более интенсивными. В молитве, в желании познать Господа, в думках наших, в путях, которыми мы хотим исправляться. Однажды... работает. Меня не слышно? Однажды, Ешуа сказал такие слова, если вера ваша, или праведность ваша, точнее, не превзойдет праведности фарисеев, то не наследуйте Царство Небесное. Вот здесь Петр говорит примерно о том же самом, он говорит, мы должны искать Господа. Они ищут, круто ищут. Посмотрите на ортодоксов, на наших ортодоксов сегодня. Многие из них очень посвященные люди. Мы должны в том, что называется Брит-Ах-Хадаша, Новый Завет, кое-чего искать более интенсивно. Давайте в следующий стиль. Благодаря тем миром, да умножится в познании Бога и Машеха, еще Господа нашего. Это пожелание. Вы знаете, стучащему дав товарять, кто знает такой принцип? Когда ты стучишь в дверь, ее открывают. Если мы начинаем говорить, Господи, дай мне мудрость, помоги мне Ли-Та-Мэх, помоги мне прочувствовать мою веру. Нет сибы, чтобы мы не утвердились в этом и не узнали немного больше. Постепенно. Многие из нас, когда уверовали, первый год веры, второй год веры, нас перло. Вау, я уже все достиг. Потом наступил такое состояние облома. Когда мы вдруг почувствовали себя все-таки детьми в тетулях. Знаете, что такое тетули? Видели, памперсы. Так вот, мы должны подниматься, подобно как ребенок растет. Это время. Но это должно быть неуклонно возрастание в вере. В понимании Господа. Следующий стих. Этот стих посложнее немножко. И он говорит, от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Жизнь это жизнь. Мы живем. Слава Богу. Кто-то лучше, кто-то хуже. Кто-то здоровее, кто-то слабее. Но мы живем. Правильно? Можете быть уверены, что это исходит от него. Он дал нам эти источники жизни. Рождается человек, и в нем уже есть все. И постепенно. Будет день, будет пища. Есть такое слово. Кто-то на пособии по безработице. А кто-то на хорошей работе. Кто-то так, а кто-то сяк. Мы двигаемся, мы живем. Но это касается жизни. Благочестие. Это уже что-то, что связано с праведностью. И здесь мы как верующие еще должны тоже понять, что это есть у нас. Кто грешил, не греши. Кто крал, не кради. Кто давал своим мыслям летать в порнографическо-извращенном мире, не летай в порнографическо-извращенном мире. Кто мыслил категориями греха, не мыслить этими категориями. Бог дает нам для этого силу. Преимущественно тем, которые веруют в Господа Иешуа. Потому что имя Его в духовном мире выше всех имен. И когда мы призываем Его, говоря, Бог, во имя Господа, помоги мне изменяться. Оно начинает работать внутри нас. Следующее. От Него дарованы нам великие драгоценные обетования, чтобы мы через них соделались причастниками божественного естества. Этот стих я до конца не понимаю. Но этот стих явно нам говорит о какой-то штуке. Когда мы ходим за Богом во имя Господа Иешуа, что-то с нами случается. Что-то с нами случается. Вы знаете, я наблюдаю, я не буду без именной фамилии. Но иногда, когда человек ходит с другим человеком, более великим, более сильным, то этот ученик начинает подражать тому. Я думаю, что по некоторым крутым суперзвездам это видно. Он поет так, и за ним другие поют тем же стилем. То есть начинают, помните Высоцкого? Сколько людей стали картавно, так надрывно петь, как он. То есть этот стиль, то есть ты заражаешься этим. Если мы ходим за Господом, если мы принадлежим Ему, то в нас начинает что-то происходить. И здесь написано, сделались причастниками, шутофим, партнерами на иврите, божественного естества. Как это случается? Наверное, мы только потом. Баулам оба, анахну на винадзе. В грядущем мире мы все это поймем в полноте. Но это очень серьезный момент. Мы заражаемся божественным естеством, если мы идем за ним. То есть мы ходим, Бог за тобой, мы идем и верим в Ешуа, что-то начинает проникать в нас. Муж-жена, отличное сравнение. Пары, которые живут вместе, счастливо, долго, много лет, потом начинают быть что? Похожими друг на друга. Когда мы ходим за ним, то что-то начинает срабатывать в нас. Таинство. В Ефесянах написано, тайна сия велика. И там написано, то, что происходит между женихом и невестой, между мужем и женой, происходит между Машехом и его людьми. То есть какое-то генетическое преобразование. Непонятно, что это. Но мы начинаем подражать ему. И это касается не только нашей души и духа. Это касается также, это касается также даже нашего тела. которая не всегда подчиняется, которая много бунтует, которая иногда стоит против, но все-таки подчиняется. Так вот, как следовать за Богом, чтобы этим естеством божественным заражаться, чтобы оно наполняло нас? Вопрос к вам. Как? Кто-то знает какие-то советы? Пожалуйста. Ну, помогите мне, у меня горло болит. Вот, друзья, Оля, почему надо стараться соблюдать заповеди? Хорошо, Оля, молодец. Соблюдать заповеди. Самое первое, базисное. Бог заповедал нам какие-то вещи. Говорит, если вы в моей команде, заповеди мои соблюдите. Еще. Ну. А? Любить Бога. Любить Бога. Кто любит меня, заповеди мои соблюдет. Это опять о заповедях. Еще. Как мы можем? Слушать и делать. Слушать и делать. Опять это заповеди. Вот мои заповеди, я вам сказал, делайте их, поступайте. Еще. Молитва. Согласны? Молитва. Когда мы молимся, не знаете, как молимся? Можно молиться, успевая благословить пищу за время, пока ты подходишь к столу и садишься на стул. Есть некоторые умудряются сказать спасибо Богу. Но есть другая молитва. Когда ты этому посвящаешь время. И когда ты посвящаешь этому время, которого у нас никогда нету, но когда ты избираешь и посвящаешь время, и молишься, знаете, как молишься? Выключаешь на телефон, отходишь от людей, чтобы тебе никто не мешал, чем старше ты становишься, тем тебе это легче сделать. Сразу говорю, тем, которые старше, если вы это не делаете, у вас мало оправданий. Вы отходите в сторону. И вы начинаете внутренне молиться, размышляя о нем. Вы знаете, когда мы размышляем о нем, оно начинает что-то внутрь проникать. Первый псалом говорит, когда мы размышляем о тебе или о твоем слове. Мы становимся как дерево, посаженное у источника в рот, которое делает много плода. Кто помнит этот стих? Я хочу сказать, кто из вас пытается добиться успеха, кто пытается прорваться по жизни, сейчас говорю это преимущественно молодым, ну и тем, которые в возрасте тоже. Если у вас не получается, включите вот этот мой совет. Вы начните каждый день, 10 минут, просто проводить в молитве перед Богом, вы увидите через 3 месяца, не надо говорить через 3 года, через 3 месяца всего лишь вы увидите, что много вещей, которые раньше тяжело складывались вместе. Вы не могли накопить, вы не могли машину купить, вы не могли, не могли, не могли. Если вы начнете посвящать ему, от него приходит благословение. Есть еще что делать, у нас есть Библия, слово, которое нам говорит о нем, об обстоятельствах, когда мы ее читаем, это тоже делает в нас какие-то вещи. Вот мы 3 штуки уже назвали. Первое, это исполнение конкретных повелений, не укради, не убей, люби, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, все это знаем. Второе, молиться. Третье, Библию читать. То есть, абсолютно верные вещи, но есть еще некоторые вещи, можете мне подскажете. Одна из них, о ней я сегодня хочу говорить, есть Вечеря Господня. Когда мы совершаем Господню трапезу, то, что нам Ешуа сказал, что-то для нас срабатывает. Вы знаете, по Вечере Господней, за последние 1800 лет, первые 200 лет на эту тему много базаров не было, и много кто не ругался, но потом, лет через 200, люди попытались усовершенствовать божественное. И начали каждый свою доктринку вкатывать, кто-то логическую, кто-то мистическую, кто-то какую-то. Все стали развивать самые разные вещи, и очень многие деноминации как раз на этом-то и колются. Знаете вы про это? Знаете, что я заметил? Иногда к нам приезжают гости из-за границы, неважно какой страны. И когда они попадают на Вечерю Господню, некоторые бегут с радостью принять с нами Вечерю, а некоторые очень опасаются этого. Почему они опасаются? Не потому, что они нас не любят, или не потому, что они Господа не любят. Просто в их деноминации. Это традиция по-другому. Я как бы закрываю глаза, не хотите, не надо, ребята, неважно. Я когда-то проповедовал в Германии, и на семинар пришли католики. А у них эта тема вообще по-другому. Там, ну как бы превоплощение, то есть там, когда ты берешь чашу чудесным образом и начинаешь пить, она там уже прямо чудесным образом превращается в кровь и все такое. И я, а это была как раз тема, на которую я учил, и я так с опаской наблюдал, как они отреагируют. Но сначала священник встал, подошел, взял чашу вместе с нами, а потом все остальные. То есть они оказались свободнее, чем некоторые протестанты, которые к нам приезжают. Но не имеет значения. Что же это такое Вечеря Господня? Я хочу на эту тему немножко поговорить сегодня, и потом мы примем эту Вечерю. Первое. Вы знаете, есть заповеди в Писании. Кто знает, что в Писании есть много заповедей? Так, прокомментируйте. Некоторые заповеди очень понятные. Не убей. Почему нельзя убивать? Кто-то знает? Чтобы не сидеть в тюрьме, правильно говорите. Господь сотворил. Что? Да, неважно, не убей. Нельзя убивать. Нельзя. Не только из-за того, чтобы в тюрьме не сидеть. А потому что жизнь, драгоценную жизнь, не укради. Почему нельзя красть? Потому что это не твое. Украл овцу, отдай две. Украл быка, отдай четыре. Помните? Чтоб не повадно было. Но есть некоторые заповеди, очень непонятные. Например, день субботний сохраняй. А я не хочу. Что? Если я его нарушу, земля остановится? Ничего не остановится. Но Господь сказал. Заповедь. Какие? Много заповедей в Писании. Их можно назвать иррациональными. Вы знаете, в некотором смысле, вечеря Господня, она относится к странноватым заповедям. Но поскольку она изошла из уст нашего Мессии, мы должны сделать старым еврейским образом. Наосе венишма. Сначала сделаем. Потом поймем, надо ли это делать или не надо. Будем к этому относиться. Я прочитаю несколько стихов. Они записаны в шестой главе Евангелия от Иоанна. Честно вам скажу, они меня до сегодняшнего дня раздражают. Но ничего я с этим сделать не могу. И должен подчиниться. Давайте прочитаем их вместе. Иоанн, шестая глава, с 54 стиха, даже нет, с 53 стиха. Мы прочитаем шестерых стихов. Еще там ученики собрались. Там были не только ученики, но ученики были преимущественно. Раби, молодой, динамичный, харизматичный, чудеса делает. Слушайте, чудеса подкупают многих из нас. Среди нас мало чудес сегодня. Но представьте, какой-то кудесник бы появился. Здесь люди бы за ним валом бежали. Кашпировский, на что уже был шарлатан. А все ставили бутылки перед телевизором. И всякую ерунду делали. Это чумак был, я не помню, кто это был. Ну, не важно. То есть, представляете, а здесь человек приходил и мертвых воскрешал. Толпы бы за ним ходили. Организованные толпы. И вот еще говорит такие слова. Истинно говорю вам, если не будете есть в плоти сына человеческого и пить кровью его, то и не будете иметь в себе жизни. Ну, люди подумали, какую-то мистику мужик загибает. Ладно, протерпим. Следующее предложение. Туда говорит, порежьте. Ядущий мою плоти, пьющий мою кровь. То есть, он продолжает говорить на эту тему. Это уже не образы. Мы что, фильмы про вампировку смотрели, что ли? Помните, когда они там за горло цепляются? Я не люблю смотреть эти фильмы. Я вам не советую смотреть эти фильмы. Это сатанинские фильмы. И когда мы включаем эту гадость в наших домах, вы знаете, что это можно унюхом учуять потом. Даже когда вы телевизор выключите. Я советую вам не смотреть эти фильмы. И когда вы увидите, что ваши дети это делают, выключайте им компьютер, телевизор и прочее. На три дня решайте их общение с телевизором. Чтобы не повадно было. Это проклятое заклятое. Но вот здесь, смотрите, в Новом Завете. Ядущий мою плоть, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную. Я воскрешу его последний день. А если я не буду тебя за горло высасывать, и ты меня не воскресишь в последний день? Давайте дальше. Ибо плоть моя истинная есть пища, и кровь моя истинная есть питье. Дальше. Ядущий мою плоть, и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Дальше. Как посал меня отец живый, и я живу отцом, так и ядущий мою, меня будет жить мною. Дальше. Сей пьес, и я вшедший небес. Не так, как отели вашу манну, и умерли. И ядущий хлеб сей будет жить вовек. Дальше. Сей говорил он в синагоге учав Капернауме, а следующий стих очень серьезный. Многие из учеников его, слышав то, что он говорит такие странные слова, сказали, кто может это слушать. И как результат, многие оставили его. А те, кто осталось, их было уже немного, спросили, ну, а он говорит, хотите тоже уйти? Он говорит, нет, нет. Слушайте. Немножко кощунственно пить мою кровь. Я до сих пор много-много лет верующий. Не могу понять. Хотя, в писаниях есть определенные намеки на эту тему. Мы сейчас пройдемся не мамаш, кровь пить, но участвовать в Господе. Вы знаете, когда поднимается кедуш, чаша кедуша, во время Каббалат-Шаббат, в Шиши-Баэре, то одна из брахот в память Аль-Ицият Митсраем, там говорится, воспоминания о выходе из Египта. То есть сегодня, когда еврейская семья, в том числе наши семьи, собираются вместе, мы поднимаем коски душа и говорим в память Аль-Ицият Митсраем. Ты что, вышел из Египта? Каждый из нас вышел из страны северной? Но мы вспоминаем, что вышли из Египта, потому что то было знаменательное время, когда полноценная геула-избавление совершилось для нашей жизни. Сейчас я отмекусь на минутку от темы и поясню вам, что случилось в Египте, того, чего не случилось с нами. В Египте случилось две вещи. Первое, педион-искупление, и второе, геула-избавление. Что это значит? Бог выкупил Израиль из Египта, жертвы и все прочее. И избавил, вывел физически. Господь Ешуа сегодня нас только выкупил. Мы по праву принадлежим ему, но полное избавление. И вот этот момент, он очень сильно клинит наших ортодоксальных братьев-евреев. Они говорят, если он машеф, почему мы не избавлены? Избавление придет, когда он вернется. Геула совершится, когда он вернется во второй раз. До этого момента мы продолжаем принадлежать ему, но противодействовать миру, в котором мы живем. Но, давайте вернемся назад к тексту. Итак, ядущий мою плоть, пьющий мою кровь. Я вам сказал, я не до конца понимаю этот текст. Он очень сложен. Здесь нужно какое-то откровение, определенное откровение. Но, как все это переварить? Первое, я отношу этот текст к непонимаемым заповедям. Подобно шабату, день субботний соблюди. И когда еще преподносит перед нами вино, которое говорит, все кровь моя, и плоть, и мацу, пресный хлеб, это был песов, это плоть, он говорит, это для вас заповедь. И что нам нужно делать, когда мы встречаемся с таким словом заповедь? Ответьте мне. Просто исполнять. На осе внишма. У нас нету просто другого выхода. Мы давайте оставим спор и драку католикам и протестантам. А мы будем просто в тупую, подчиняясь заповеди, исполнять ее. Для чего? Посмотрим дальше. Вторым моментом, что это делает для нас? Написано, когда мы это делаем, воспоминаем его. Помните? Зод асу лези хруни. Это делаете воспоминание обо мне. Кто помнит эти слова? Память. Воспоминание и память. Я только что привел пример Брахи на Кедуш. Благословение на плод виноградной лозы во время встречи субботы. Память делает нас участниками исхода из Египта. Память, когда мы вспоминаем, что наши отцы, когда-то подчинившись Божьему повелению и голосу Моисея, вышли из Египта, когда мы только вспоминаем об этом. Мы становимся участниками того процесса. Таким образом, мы становимся участниками наследия наших семей. Собираются родственники, не важно какой праздник или не важно какое событие. Иногда это, к сожалению, бывают похороны. Иногда это бывают свадьбы. Иногда это просто бывает какая-то месиба. И начинают говорить, «А помнишь, как наш дед?» А кто-то говорит «А помнишь, как наш прадед?» И ты, пацан или девчонка, которые слышат эти воспоминания, вдруг начинают исполняться определенной гордостью. Я принадлежу этой семье. С моими это случилось. Мой дед был такой. Ты, может быть, их глазами с толком и не видел никогда. Я слышал про моего деда со стороны папы. Я его никогда глазами не видел. Он погиб в 41-м году, когда немцы вошли в Бобруйск, они захватили там солдат, новобранцев, тех, кого собрали в армию, завели в Брестскую крепость и спалили всех. Но я знаю о нем из рассказов моего отца и моих тетей. Отец мой тоже почти его не помнит, ему было тогда 3-4 года. Но я когда слышу про него, я думаю, вау, он был мужик, настоящий. У меня гордость. Когда мы вспоминаем, что наш народ вышел из Митраима, потому что глаз Господень говорил это, в нас течет новая энергия, мы ассоциируемся. Когда мы поднимаем чашу и хлеб. Мы начинаем ассоциироваться себя с особенным откровением, которое, к сожалению, еще не всем доступно в Израиле, но нам уже да. И это откровение говорит, что с вами Господь Бог заключил через Ешуа новый завет, не как тот, когда мы вышли из Эрес Митраим, а новый завет Иеремия 31-31 говорит на эту тему четко. Ешуа когда сидел за столом со своими учениками, поднял чашу и сказал, сия чаша моей крови, новый завет для вас. Когда мы это делаем, мы можем закрыть глаза и почувствовать сидящими за тем же самым столом, опираясь на плечо Петра, они там полулежа лежали, ногой отталкиваясь от Иоанна или Филиппа или Андрея и слушая Творца, который устами своего сына говорит, сия есть чаша, новый завет. Мы сразу ассоциируемся со всем этим. Послушайте, это уже дает нам другой поток крови, другое атмосферное давление. и мы чувствуем, что мы принадлежим совершенно другому порядку, веку грядущему, чему-то особенному. Но это не только память. Апостол Павел говорит в первом послании Коринфянам в 11 главе, он говорит, я сам не был там. Помните, Павел еще не был верующим с первыми апостолами. Шауль, он уверовал потом. Но потом, когда он уверовал, Господь ему явил важность этого Текеса, этой церемонии. И он сказал, когда мы принимаем вечерю, смерть Господню возвещаем и следующий словаке доколе он грядет. То есть в этот момент мы становимся людьми, которые с одной стороны держимся руками за пидеон искупления. А другими руками ухватились за что? За Геулу, за избавление. И вот мы, держащиеся с одной стороны за уже случившееся искупление, ожидаем грядущего избавления и вмешательства Господа на эту землю, чтобы все здесь преобразовать одним своим приходом, одними своими устами, судя неверных и исправляя ожидающих избавления. Когда мы принимаем вечерю Господню, мы провозглашаем в духовный мир, что избавление скоро придет, когда мы не знаем, но ты, я, он, она, все мы вместе являемся признаком этого избавления, потому что хоть мы еще не видим общего избавления на земле геулы, все-таки мы уже сегодня в некоторых аспектах нашей жизни почувствовали, кто-то был наркоманом и перестал им быть, кто-то был хульником и перестал им быть, кто-то был человеком плохим и стал другим человеком, кто-то еще нет, кто-то по пути, будем надеяться о них. Итак, я назвал сейчас несколько пунктиков. Первый это митцва, второй это память о прошлом, третье это провозглашение о грядущем, четвертое, помните все ситуации, Тора, храм, Соломон, жертвенник, кто мог питаться от жертвенника? А могли ли простолюдины питаться от жертвенника? Это в некоторых жертвах, но в основном это был стол коганин или левитов. Оттуда они питались. Помните, были там внутри хлеба предложения? Кто их мог брать? Только те участники жертвенников эти хлеба немножко черствели. Они 24 часа лежали там в присутствии Господа. Хотел бы я есть этот хлеб? Даже немножко черствую, но он был пронизан щехиной. Написано, что это в евреях написано, что Ешуа есть первосвященник небесной скинии. Мы не первосвященники, вы знаете это, но мы священство царственное через него. Он наш первосвященник. Он заходит туда за завесу, встречаясь непосредственно с Отцом. Но мы можем находиться там, где горят эти небесные светильники и там, где лежат эти хлеба предложения. И мы кушаем от жертвенника и наполняемся божественным естеством непонятным образом. Вот это простая церемония. Хлеб и вино и благословение над ними в подчинении заповеди это питаться от жертвенника. Когда мы питаемся от жертвенника, кигуна священства пребывает в нас. Некоторые я вижу начинают вылетать. Может остановиться и вторым уроком следующий шаббат? А, скромно молчат, да? Главное, чтобы понимали. Пятое. Вино и хлеб. Это символы, которые символизируют одно жизнь, а другое веселье. Это символы, когда в еврейской традиции еще не было больших супермаркетов и невозможно было купить йогурт и пастрому. Но на каждом столе стояли хлеб и вино. Они с древних времен являлись участниками с поспешивающими определенной церемонии. Кто первый раз помнит в Писании был использован хлеб и вино? Ифрая, когда это было? Помните, он пришел с победы пятерых царей, и его встречает в Милхиседе и дает ему хлеб и вино. Хлеб и вино это символ заветов. И Ишуа, когда приглашает своих учеников, не изобретает ничего нового, он не выкладывает на стол селедку и стакан томатного сока. Все то же самое. Вино и хлеб. Таинство, дающее жизнь. Он говорит, я есть хлеб, сшедший с небес, а все есть кровь нового завета. Интересно, протестанты некоторые, среди тем, как принимать чашу, они делают вот такую вещь, берут и капля покапает на пол, они говорят, это только символ. Я думаю, я их не сужу, каждый пускай делает, как он хочет. Наше дело, помните, первый пункт, митсва, ну, рассуждать мы можем, там нигде не написано символ, там написано все кровь моя, за вас проливаемая. Ну, ладно, следующий пункт, шестой. А? Будем капать или нет? Нет, будем пить. Будем пить. Я слышал, у мусульман тоже есть такая традиция. В советской армии, когда мусульманин наливал стакан водки, он говорит, написано в святом Коране ни капли. Капля? А все остальное пилось? Но это к теме не относится. Пункт номер шесть. Секунд исправления. Я на эту тему много говорю, не у нас в общине, но в интернете много, но в общине тоже иногда говорю. Мы все участники громадного исправления этого мира. Израиль как нация во главе с Ишуа хамо-шехом, а каждый из нас как участник этого Израиля. Но мы как бы должны исправляться внутри себя, тогда Бог исправляет нами мир. Согласны с этим? Если ты обманщик и вор, как ты можешь другого обманщика и вора привести к правильному пути? Никак не можешь. Но если ты бывший наркоман, ты приходишь к сегодняшнему наркоману и говоришь, Бог меня освободил и тебя может. Если ты имел ужасную семейную жизнь, но Бог исцелил тебя, и ты приходишь к паре, которые друг другу пытаются глотку перегрызть, и ты говоришь, ребята, вам психологи не помогут, они смогут вас только развести. А давайте мы предложим вам путь. Если мы исправляемся сами, то мы участвуем в исправлении других. И в шестой главе Евангелия от Иоанна, шестая, 53 стих, Иоанн 6, 53. Истинно, истинно, говорю вам, если не будете, есть в плоти Сына Человеческого пить корривого, то не будете иметь в себе жизни. Понимаете, мы все это живем, но наша жизнь испорчена. Исайя ее обозначил, как все мы совратились, каждый на свою дорогу. Помните, стали как овцы блуждающие, кто-то менее блуждающий овца, кто-то более, но все в общем-то мы все равно блуждаем. Написано, когда мы принимаем вот эту вечерю, мы внутри себя принимаем текун, мы получаем от Бога силу. Но вот здесь Павел нас заставляет заметить одну важную вещь. Он говорит такие слова, когда принимаем вечерю, рассуждайте о ней, чтобы не было среди вас недостойных людей, потому что если вы будучи в состоянии недостойные, принимаете ее, то это будет для вас как яд. Помните такие слова? Я их интерпретирую простым текстом. А если достойные, они вам дадут благословение, помните? Тогда задаемся вопросу, если это должно нас исправить там, где мы плохие, так почему же нам нельзя это пить, чтобы оно нас совсем ее уже убило? Здесь как раз Господь подталкивает нас к покаянию. И принимая вечерю, подготавливая свое сердце к вечерю, мы должны вспомнить, несколько важных вещей. Первое, и прости нам, как и мы прощаем должникам нашим. Помните это? Нам нужно как минимум уметь прощать. Второе, примиритесь с тем, с кем имеете стычку. к сожалению, к сожалению, с возрастом, накапливается количество людей, с которыми нам сложно примириться. Будучи молодым верующим, я считал это вау, ерунда. Сегодня есть целый ряд вещей, людей, но как бы я их простил, но я ожидаю от них определенного покаяния, поэтому Новый Завет дает нам небольшую поблажку и говорит нам старайтесь иметь мир со всеми. И здесь мы уже более-менее свободны. Старайтесь это не значит примиритесь вот четко. Старайтесь. Есть люди, которые, к сожалению, нам наступают на больной мозоль. Даст Бог, будут обстоятельства и можно будет пожать друг другу руку и сказать все нормально. Сосед, брат, сват и так далее. Но старайтесь, по крайней мере внутри себя ищите пути, которыми вы прощаете. И тогда, когда вы принимаете вечерю, она проникая в нашу плоть через переварительные процессы, переваривающие там внутри. Что-то делает с нами. Седьмой пункт и последний. Я его назвал эмуна хая живая вера. Многие из нас со временем стали такими рациональными верующими. мы много знаем, мы много прочитали, мы со многим сталкивались. Особенно вы, живущие в Эра-Цесраэль. Здесь все переплетается. И здесь, живя, мы как бы много знаем и становимся такими ЭБМ. Все рационально, все должно протекать в равных позициях и в равных составляющих. На самом деле, вера иной раз иррациональная. И именно та вера к ней нас подталкивает Господь. Когда мы начинаем смотреть на хлеб и вино и подходить к этому как к заповеди, которая может чудеса сотворять, вдруг что-то в нас просыпается. и я не знаю, но возможно ты положишь руки на больного и он исцелится, а может быть слово правильное скажешь человеку нуждающемуся в правильном слове и твое слово будет для него как шок, электрошок, пробуждающий. Знаете вот этот вот, который уже у человека там все не бьется внутри, а ты на него и он раз, глаза открыл и опять живее всех живых. Семь коротеньких пунктов. Первый митцва, заповедь. Второе память. Третье провозглашение. Четвертое участие в жертвеннике. Пятое символ важного союза хлеб и вино. Шестое фикун исправления внутри нас. И седьмое мы все любим семь. седьмое пробуждающее живую веру в нас. Вы знаете, я очень хотел давно проповедовать о вечере Господней, но как-то не складывалось. Сегодня сложилось. Поэтому мы возьмем сейчас пару минут размышления каждый в тишине и преломим хлеб и выпьем от плода виноградной лозы и исполним то, о чем мы говорили. Знаете, у первых верующих, у первых, это записано в старых манускриптах, каждое собрание заканчивалось вечерей Господней. Потом в средние века вещь изменилась. В некоторых организационных динаминациях стали принимать вечерю раз в год. Кто-то раз в три месяца. Это глупо принимать это каждую неделю, если мы к этому не отдаемся сердцем. Лучше делать чаще, но настраивать людей. Но лучше настраивать их чаще. Потому что, я уже сказал, мы в себя принимаем естество от Господа каким-то образом. Господи, Боже наш, я молю Тебя, чтобы Ты каждого из нас сейчас настроил на правильную волну. И дай нам Господь принять от Твоей крови Твоего тела во благо него зла. И прости, если мы где-то пригрешили, согрешили, не простили, наступили на мозоль. И помоги каждому из нас простить. Обидчика дай нам Господь сейчас шалом Твой и благослови эту трапезу. Боже царь вселенной и скрывающий плод виноградной лозы, который однажды сказал «Все кровь моя, до вас проливаемая, кровь нового завета, все делайте воспоминания во мне». Потом Павел добавил «И провозглашение того, что геула избавления скоро придет». Все скажут «Амен». Меня пригласили на одно собрание, еще был молодым пацаном, ну, в 98-м году. Это сколько лет назад? 15 лет назад. 30 лет мне было примерно. И меня пригласили на одно собрание в Латруне. Знаете Латрун? Да. Не там, где католический монастырь, а с другой стороны там немецкий. Можно, пускай музыка играет нормально, вот хорошо она играла. Даже громче можно. И там мы собирались группой периодически раз в три месяца. Но там были люди с разных движений. Там были мессианские, там были баптисты, пятьдесятники, католики были, лютеране были. И шли разговоры, честно говоря, тогда по малолетству я не сильно въезжал в эти разговоры. Мне было просто приятно, тому, что меня люди-ученые пригласили, и я с ними до сих пор очень тесен и дружу. И вот мы сидели и молились, некоторые пророчества говорили, они все там разные, не важно. И в один момент одна женщина, католичка, говорит, давайте мы сделаем сейчас вечерю. и немцы, немецкие монахи, они протестанты, эти немецкие монахи, но они протестанты, но монахи. Они побежали, принесли вино, я не помню, это было мотца или еще что, не помню, что было. И мы приняли это, встали все в круг, взяли за руки и просто помолиться. Я почувствовал, как в этот момент все зазвенело. Реально. И мы все стали плакать. Никаких причин не было. Зазвенело. И поплыли, стояли и не могли понять время вечеря Господня. Это возможно было что-то касающе их винения, а может просто Господь особым образом явился. оно все стало чуть-чуть, не могу сказать, что оно какие-то явления стали, но вот именно зазвенело звон в ушах и мы поклыли и просто исполнились переживания блаженства. мы иногда такие вещи переживаем по жизни в малых пропорциях. Господь не балуется, потому что если ты находишься в эйфории, а потом спускаешься вниз, то это уже почти состояние депрессии. Поэтому лучше идти ровно, иногда небольшими порциями, но все-таки иногда есть такие остановки. Я прошу тебя, Господь, чтобы ты наполнял наши сердца. Меру ох кодиш от Духа Святого, давая нам блаженства в тебе, помогая нам выучить один сильнейший урок. Битху ве адунай ад ве ад. Доверяйте Богу всем, во всем. Это невероятный урок. Некоторые надеются на свою силу, другие надеются на свою слабость. Как можно надеяться на силу, понятно. Ты сильный или денег много имеешь. Как можно надеяться на слабость? А, меня все видят, я такой мискен, все в любом случае мне помогут. Но есть другое состояние, когда ты знаешь реально, что Он твоя надежда, непоколебимая. битху бадонай адзар. Я когда читаю псалмы Давида, он был в разных ситуациях. Он был нищий гол, когда его хотел Саул убить в этой пещере, он там уже жизнью прощался, он был царем над всеми, его духа тряслись, а он все равно пишет, а я надеяться на Господа буду, вознося, превознося его имя святое. Это не слова, это откровение. Дай Бог нам всем постичь это откровение. Битху бадонай адзар. Битху бадонай адзар. Битху бадонай. Давайте мы все встанем. Аминь. Аминь. Съема шабат шалом. Шалом. Шалом.